Когда яблоко упало на голову Ньютону, он открыл закон всемирного тяготения. С тех пор прошли столетия. За это время человечество совершило невероятный технический и научный прогресс. А физика как наука навсегда вошла в список обязательных школьных предметов. Физика – это наука жизни. Обо всем, что нас окружает, о материи и способах ее движения. С наукой о жизни взаимопонимание сложилось практически сразу, говорит выпускник 14-го лицея. Какое-то время находился в поиске увлечений. Физика и математика пришлись по душе. Теперь Лев Мелехин – первый мультистобальник в Одинцово. Два из четырех предметов сдал на максимальный балл. В подготовке, признается будущий абитуриент, не было ничего необычного. В школу ходил, там решал варианты. Дома иногда тоже решал варианты. Ну и на курсы я ходил, там вот, подготавливался с преподавателями. Изучение точных наук – это не только про фундаментальные школьные знания, а еще про ответы на многие философские вопросы, которые так или иначе, признается юноша, сводятся к такой науке, как физика. Видишь, как что-то работает, и сдаешься вопросом, а как это так? И начинаешь разбираться, и как раз-таки уходишь в физику. Современный человек должен хотя бы чуть-чуть что-то понимать по физике, потому что она открывает ему глаза, и он начинает осознавать то, что происходит вокруг него лучше. А как вот в жизни увидеть эти процессы? Ну вот на примере зонта можно. Забросим пару бумажек в зонт. Дальше. Раскрутим его. Все бумажки выкатились из него. А почему так? А вот потому, что на них как бы действует центробежная сила. Но на самом деле этой силы нет. И она будто бы возникает из-за того, что зонт вращается, и бумажки находятся в его неинерциальной степени отчета. Любые физические процессы можно объяснить, говорит будущий абитуриент МГУ или Бауманского технического университета. Сейчас Лев Мелехин активно занят подготовкой к поступлению в ВУЗ. В какой именно, пока не определился, но уже точно решил. Профессию свяжет не с физикой, а с программной инженерией. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».